Задача классификации Задачи предсказания бывают двух типов регрессия и классификация в зависимости от предсказываемого признака. Если предсказывается числовой признак, то задача предсказания называется регрессией. Если метка класса, то задача предсказания называется задачей классификации. Каждый тип задачи предсказания требует своей особой архитектуры нейронной сети. Ну вот, давайте вспомним, какие примеры задачи классификации, то есть предсказания метки класса, не числа, а именно принадлежности объекта к одному или другому классу. Например, можно предсказывать пол человека по фотографии или по каким-то другим физическим данным, по результатам его анализов медицинских, либо по физическим характеристикам, рост, вес и так далее. Кроме того, целый класс задач классификации – это задачи, связанные с медициной, а именно с установлением наличия или отсутствия какой-либо болезни по результатам анализа или по снимку рентгеновскому, который взят у пациента. Можно предсказывать результаты каких-либо игр. Предсказание результата игры или соревнования – это тоже классификация, а именно вы для каждой команды предсказываете, она победитель или побежденный. То есть вы каждую команду относите к одному из двух возможных классов – победитель либо побежденный. Можно распознавать типы дорожных знаков. Это вот такая многоклассовая классификация. Здесь классов очень много. То есть каждый знак, он формирует отдельный класс. И когда вот перед нейросетью возникает какой-то новый образ, новый знак, она должна его отнести к одному из известных классов дорожных знаков. Задачи классификации, они работают не только с какими-то числовыми объектами, а, например, и с текстами. Вы можете подать нейронной сети на фонд текст, а нейронная сеть должна определить, этот текст, допустим, сгенерирован человеком, либо компьютером. То есть здесь тоже решается задача классификации. Каждому тексту присваивается определенная метка класса. Он сгенерирован компьютером, либо он сгенерирован человеком. Ну что ж, давайте все повторим и посмотрим, какие сходства и различия есть между решением задачи регрессии и классификацией. Ну что ж, классификация, она тоже имеет дело с тренировочной выборкой. То есть, грубо говоря, у вас есть вот такая вот таблица. В ней представлены некоторые объекты. У каждого объекта есть набор нецелевых признаков. Вот видите, они обозначены здесь P1 и так далее, Pn. И один целевой или предсказываемый признак Y. Задача классификации, целевой признак это метка класса. Далее, для удобства, метки класса мы будем обозначать с помощью натуральных чисел. Начиная с нуля, причем 0, 1, 2 и так далее. Например, тренировочная выборка для задачи классификации приведена вот здесь вот ниже на слайде. То есть, здесь вот решается такая вот шуточная задача предсказания наличия или отсутствия болезни всего лишь по трем признакам пациента. Весу, полу и группе крови. Обратите внимание, что хотя формально вот здесь написаны числа, 0, 1 это числа, но мы их не рассматриваем как числа. То есть, мы не можем с ними делать никаких арифметических действий. То есть, мы не можем там 0 умножать на единицу, складывать эти единицы, что-то там с ними получать. Нет, все это метки класса. Числами они обозначены чисто так для простоты. Ну что ж, а теперь давайте разбираться. А как построить нейронную сеть, которая будет решать задачу классификации? Какая будет архитектура у такой нейронной сети? Самое важное определиться с выходным слоем нейронной сети, которая решает задачу классификации. Для простоты будем считать, что у нас классификация бинарная. То есть, мы предсказываем только две метки класса. 0 или 1. То есть, например, мы предсказываем здоров или болен человек, чьи результаты анализа были поданы на вход в нейронную сеть. Хорошо, когда у нас всего лишь два класса, то выходной слой нейронной сети, он представляет собой вот такую вот штуковинку. Тут два выходных нейрона. А какой у этих нейронов смысл? А смысл такой. Вот этот нейрон, он выплевывает вероятность принадлежности объекта классу 0. То есть, вот на вход нейронной сети подается какой-то объект, подаются его нецелевые признаки. Он прогоняется через нейронную сеть. И вот здесь вот выплевывается вероятность, с какой поданный на вход объект принадлежит действительно классу 0. А вот этот нейрон, он выплевывает вероятность того, что поданный на вход нейронной сети объект действительно принадлежит классу 1. Чтобы, так сказать, не писать словами такие фразы вроде вероятность того, что объект принадлежит классу 0 или классу 1, мы будем, естественно, использовать математические обозначения для вероятности. Обратите внимание, что вероятность принадлежности классу 0 обозначается с помощью вот такого вот математического выражения. PR это сокращенно probability, вероятность того, что целевой признак y равен 0. То есть вероятность того, что объект принадлежит классу 0. Ну и, соответственно, вероятность того, что объект принадлежит классу 1, будет обозначаться вот с помощью вот такого вот выражения. Ну что ж, давайте теперь конструировать уже конкретную нейронную сеть, которая решает задачу бинарной классификации. Вот представьте себе, что мы решаем задачу подобного типа, и наши объекты характеризуются всего лишь одним нецелевым признаком x. То есть на вход в нейронной сети будут подаваться одиночные числа x. Этот x прогоняется через нейронную сеть, и вот здесь и здесь вылезают какие-то значения. Прежде чем двигаться дальше, вы должны понять, а какие выражения как раз вот вылезают в конце нейронной сети. Для этого вы прогоняете x через нейронную сеть и смотрите, а какие действия над этим x нейронная сеть совершает. И вот эти действия выписываете в виде выражения. Вот здесь будет выбрасываться вот выражение r0, а вот здесь будет выбрасываться выражение r1. То есть по сути дела я тут написал все действия, которые нужно совершить над x, чтобы прийти как сюда, так и вот сюда. Желающие могут проверить. Я надеюсь, ошибки в этой формуле нет. Хорошо, смотрите, нейронная сеть, которая решает бинарную классификацию, получает на вход x и выплевывает два выражения. Вот r0 и r1. Можно ли эти выражения интерпретировать как вероятности принадлежности классу 0 и классу 1? К сожалению, есть небольшая проблемка. А именно, дело в том, что вот эти выражения, которые выплевывает нейронная сеть, не вполне годятся на роль вероятности. Почему? Потому что, во-первых, они не обязаны попадать в интервал 0,1. Ну, дело в том, что мы в человеческой жизни привыкли, что вероятность какого-то события, она обязана лежать в интервале от 0 до 1. Ну, включая границы этого интервала. Потому что представить себе, что есть события с отрицательной вероятностью, либо с вероятностью больше, чем 1, точнее, больше, чем 100%, 146%, например, да, в реальной жизни такого не бывает. Поэтому, действительно, если мы какую-то величину интерпретируем как вероятность, мы должны убедиться в том, что она действительно принадлежит интервалу 0,1. И, во-вторых, сумма наших вероятностей должна быть равна единице. Почему? Потому что, смотрите, на вход нейронной сети подается какой-то объект Х. И представьте себе, что нейронная сеть говорит, что этот объект с вероятностью 90% принадлежит классу 0, а с вероятностью 95% принадлежит классу 1. То есть человек видит, что как бы эти вероятности, они очень большие, и сумма не равна единице. Что значит, объект принадлежит классу 0 с вероятностью 90%, а классу 1 с вероятностью еще большей, 95%. Это как-то нонсенс, да? Человек ожидает, что сумма вот этих вероятностей, она будет равна единице. Почему? Потому что вот эти события, они как бы несовместны. То есть объект не может одновременно принадлежать обоим классам. Он либо из класса 0, либо из класса 1. Третьего не дано. А поскольку третьего не дано, то вот сумма вот этих вероятностей, сумма вот этих вот исходов должна быть равна 100%, то есть единицы. То есть вот сумма чисел, которые выплевывает нейронная сеть, должна всегда быть равна единице. Окей. Надо что-то делать. Вот представьте себе, вот здесь она выплевывает выражения R0 и R1, которые были обозначены на предыдущем слайде. Они не обязаны удовлетворять вот этим свойствам. Стало быть, нужно провести дополнительное, некоторое искусственное надругательство над ними, преобразование, так, чтобы вот гарантированно выполнялись вот эти условия. И это надругательство, то есть искусственное преобразование, финальное преобразование, называется softmax. В чем его смысл? Представьте себе, что A и B это некоторые числа. Сейчас мы отвлекаемся от нейронных сетей, просто A и B это просто какие-то числа. Хорошо. Тогда смотрите, что мы делаем с числами A и B. А мы вычисляем вот такие вот выражения. E в степени A. E это основание натурального логарифма, известная константа в математике, равная примерно 2,7 и так далее. Так вот, что вы делаете? Вы вычисляете E в степени A, деленное на сумму. E в степени A плюс E в степени B. И второе число. E в степени B, деленное на тот же знаменатель. Теперь внимательно смотрите. У вас были произвольные числа A и B. Абсолютно произвольные. Но когда вы от чисел A и B перешли вот к выражениям вот такого типа, у вас получилось другие два числа, но есть гарантия, что эти числа удовлетворяют следующим свойством. А именно, они положительны и их сумма равна единице. То есть, вот эти числа можно интерпретировать как вероятности принадлежности к классам. Так вот, операцию перехода от произвольных каких-то чисел к выражениям вот такого вида мы будем называть операцией Softmax. И вот как раз вот эта операция Softmax позволяет из произвольных выражений получить другую пару выражений, которые уже можно интерпретировать как вероятности принадлежности к классам. Так вот, операцию softmax как раз и применяют на последнем слое нейронных сетей, которые работают над задачей классификации. А именно, вот здесь вычисляются вот эти вот самые произвольные выражения R0 и R1, а потом к ним применяется softmax. А именно, вы должны не просто получить выражения R0 и R1, а еще вот их преобразовать с помощью softmax. Получить выражение E в степени R0, деленное на сумму ешек, и E в степени R1, деленное на ту же сумму ешек. И вот эти числа, вот эти числа, вот они, вот они, уже интерпретируются как вероятности принадлежности к классам, и они считаются окончательным ответом нейронной сети на задачу классификации. Ну, фактически это означает, что softmax является самым финальным слоем вашей нейронной сети. То есть, это вот некая такая нашлепка, которую мы вешаем на последний слой нейронной сети, и вот она вот, всю информацию, которая приходит в softmax, она превращает их в вероятности. Ну, давайте это все прогоним на примере. Представьте себе, что нейронная сеть уже натренирована, то есть, видите, уже вместо весов уже стоят какие-то конкретные числа. У нее есть слой softmax, который как раз вот и выдает вероятности принадлежности к классам. Ну, так вот, давайте в эту нейронную сеть подадим какое-нибудь число и посмотрим, а какие вероятности выдадутся. Например, если x равно 0, то смотрим, что приходит на слой softmax. Вот вместо x подставляем 0, и вы должны понять, а вот что придет вот сюда. А я подсчитал заранее, и оказывается, что туда придет значение 0. Почему? Вот смотрите, x равен 0, стало быть, домножать на единицу бесполезно, вот тут прибавляется единица. Хорошо, у нас единица есть. Она домножается на единицу, хорошо, и получается единица. И тут еще будет минус 2, но пока мы минус 2 не вычитаем, потому что вот сюда можно прийти еще вот вторым путем. То есть, вот этот 0 умножается на минус 1, ну будет 0. Будет еще минус 1, то есть, вот тут вот возникнет значение минус 1. Домножается на вес минус 1, то есть, вот по этой стрелке придет еще одна единица. Смотрите, вот по этой стрелке пришла единица, и вот по этой стрелке пришла единица. Стало быть, в этот нейрон пришла двойка, мы вычли минус двойку, получилось ноль. И вот здесь вот вылезает ноль. Аналогично, если вы все посчитаете, то поймете, что вот по этой стрелке выходит 4. Таким образом, в слой softmax придут два числа, 0 и 4. Естественно, сами эти исходные числа нельзя интерпретировать как вероятность принадлежности к классу. Но действительно, что значит вероятность того, что он принадлежит к классу 1 равна 4? Что значит, действительно, такая вероятность равная 4? Так нельзя говорить. Поэтому вот к этим числам 0 и 4 применяется еще операция softmax. И вот после этого они становятся уже вероятностями. А именно, что происходит? Смотрите, вот как посчитать вероятность принадлежности к классу 0? Нужно в числителе написать e в степени то значение, которое туда пришло. А туда пришло 0. То есть наверху будет просто единица. А внизу будет стоять сумма ешек. То есть вот эта единица, то есть е в степени 0, плюс е в степени 4. 4 это вот это число. Но чтобы получить вероятность принадлежности к классу 1, вы должны взять е в степени 4, ну потому что 4 пришло вот именно вот в этот вход, да? И поделить на сумму тех же ешек. После этого вы получаете пару чисел, которые уже интерпретируются как вероятность. Икс сумма равна единице. Мы получаем, что вот этот самый икс равный 0 с вероятностью 2% принадлежит к классу 0, а с вероятностью 98% принадлежит к классу 1. Ну что ж, а теперь поговорим снова о теоретических вещах. Я напомню план решения задачи бинарной классификации. Он имеет полную аналогию с планом решения регрессии. И этот план в том или ином виде у нас уже был в предыдущих лекциях. Итак, смотрите, что нужно делать. Нужно брать тренировочную выборку, то есть набор объектов, у которых известно значение целевого признака Y. После этого вы задаете основные параметры вашей нейронной сети, то есть количество слоев, количество нейронов в каждом слое и так далее. После этого вы выписываете выражения для вероятности и принадлежности к классу 0 и классу 1. Эти выражения будут, естественно, содержать вхождение весов W итер. После этого вы составляете функцию потерь L от V. Функция потерь, естественно, тоже зависит от весов вашей нейронной сети. Пока я оставляю за скобками то, как для задачи классификации выписывается функция потерь. Здесь функция потерь будет отлична от функции потерь, которая присутствует в задаче регрессии. Но допустим, что функцию потерь мы умеем выписывать для задачи классификации. Пока представим. Хорошо. После этого вы ищете относительно весов нейронной сети точку минимума функции потерь. И точка минимума она задает оптимальные значения весов нейронной сети. После этого вы веса нейронной сети присваиваете им оптимальные значения, которые были найдены во время градиентного спуска, который искал эту самую точку минимума. И после этого нейронная сеть поступает на боевое дежурство. Ей приходит на вход новый объект А, который уже не из тренировочной выборки. Вы его прогоняете через нейронную сеть. И на выходе у вас возникает вероятность, но уже как два конкретных каких-то числа. Вот так вот тренируется нейронная сеть для задачи классификации.